ребятушки ютубчики приветики я к вам пришла быстренько рассказать открыть понюхать познакомиться с моим новым ароматом от nina richie rose экстаз у меня есть элекста сданным-давно причем вторая наверное уже баночка я вот подумала блин ну как-то грех не знать флагман дам rose экстаз от nina richie конечно же это фруктовый розовый ну да глупо как бы не догадаться видите у меня все все здесь инсталляция моя вторит аромату на самой коробке видите такая прозрачная роза ребята со мной происходит трансформация или знаю как это просто может быть что я поставила себе такую цель я пытаюсь построить свои отношения с розой мне она не нравилась я много лет много лет это не два не три и не пять даже наверно больше пяти лет ну последнее время когда активно все-таки изучая парфюмерию меня намного скажем так побогаче парфю парфю мой гардероб стал я розу не могу не могла носить вот не могла так и давайте буду открывать ребятушки у нас пасмурный день сегодня воскресенье я никуда не спешу опа я никуда не спешу и подумала почему бы нам не открыть купила его кстати пару недель назад он постоял мне было что носить другое и вот я решила что пришел его звездный час немножко все таки отстоял пришел сюда так вот моя история про розы она еще не не хэппи энд скажем так еще не случился хэппи энд в общем роза мне не нравилось мне роза сразу мне делала парфюмерию знаете олдскульную бабушкину какую-то скучную типичную в общем не хочу не хотела ее носить вы знаете как-то я начала искать копать открывать разные розы у меня появилась черная роза трюсерд у меня появился кристаллу датма бусина недавно посмотрите там видео я сделала там тоже обалденная роза у меня с розочкой сейчас вы будете смеяться два таких контраста это клаш например у меня появился с вареной розы да вот варенье из вареной розы и у меня появился еще боже мой не вспомню название сержи там сержи танц тоже с розы из какой-то красивейнейший она мне так понравилось он не вернее так по в общем по чуть-чуть начинаю открывать для себя розу но вот это впервые когда купила прям вот такой знаете классическо женский розовый сладкий аромат по пирамиде заявлено что он сладкий то есть я вот сейчас если честно конкретно очень нервничаю а потому что я не не знаю если это на минуточку 80 миллилитров но почему я взяла 80 искала искала меньше и принципе можно было купить меньше но ребята на него просто очень классная адекватная цена 42 евро 42 евро за 80 миллилитров вот поэтому я подумала что слушайте брать немного дешевле 30 или сколько да там 30 миллилитров или все-таки за 42 евро взять максимальную до максимальный объем так посмотрите как это красиво здесь и такой мими мими женственная а мы и открываем тара и здесь вот как раз вот такая вот история даст как она просто на улице пошел дождик видите такое все тут брутальненькая и то же время красивая розочку мы положим на место достаем достаем у меня алекс таз не на речи маленькие по моему 50 миллилитров него люблю меня же второй флакон это мой ну красиво красиво конечно ничего не скажешь посмотрите стеклянный флакон и крышечка в тон флакона очень красиво ну чё давайте давайте его слушать наношу пошло пошло еще на одежду нанесу он пока пока очень ярко свежие слушайте какая-то мятная роза мне пошла ну смысл мятная свежие мятная свежесть откуда что происходит свежая мятная роза легчайшая подождите что так я не поняла какие ноты а тут а я смотрела почему люди написали весна то есть лучшее время для носки именно этого не на речи да это этого акста экстазика весна так она же такая свеженькая это род ну да роза роза но свежая слушайте не затхла так и тут же малина еще вот в чем дело все я поняла это марина ягодная роза в общем это ягодная роза а ягода малина которую просто я сразу не на как-то не вычленила очень слушайте мне нравится в пирамиде тут в начале какие-то красные ягоды может даже похоже чуть-чуть на смородинку наверно да на сморой и роза с малиной конечно но не просто старта они как не стесняясь вам приходят со старта база здесь амбру и мускус с ванилькой вроде ничего такого сверх естественного боже такой ливень на улице пошел надеюсь вам меня слышно в общем но роза тут очень женственная ребята там сейчас еще еще хочу и понюхать так что говорят маркетологи маркетологи говорят что это аромат так я вам вообще сказала что он семнадцатом году увидел свет да и что для меня вообще было как вам сказать первым и последним аргументом для того чтобы вот не задумываясь все таки купить этот парфюм это то что его создал франциск юрджа да сам что ни на есть франциск юрджан создавал но он создавал его в компании еще автора одного это моя лир наут и вот она женственные женственно легкая такой класс слушайте я его с удовольствием даже на работу и днем выносила думаю что он такой бадуарный только там знаете на вечерок какой-то войну мне очень нравится многие кстати я вот читала отзывы говорят что малину не чувствуют я ее сразу почувствовала просто не сразу поняла что это малина но вот это вот ягодная нота она конечно он дает такую нежную нижнюю нижнюю как сказать нижнюю оттенку так вот семнадцатом году его создали и его продажи были очень странными в двадцатом за три года был пик продажи в двадцатом году почему-то меньше стали его покупать и что вы себе думаете вот в двадцать первом году продажи этого аромата превысили продажи семнадцатого года когда максимальный был маркетинг реклама блогеры такси ним говорили двадцать первом году поднялись продажи видать соскучились за такими нежными розочками слушать я не так много и слышала таких все таки фруктово нежных но не типичных таких знаете сладких роз слушать он там заявляют в пирамиде что он сладкий ну нет не сладкий он вот я не могу сказать что он сладкий я думаю что шлейф от него будет просто бомбически ну вот эти розы здесь все таки очень свежие ни в коем случае там ноги никакого тяжеляка никаких таких вечерних красных роз я здесь вообще не чувствую то есть это такая свежая ну не побоюсь этого слова сказать даже утренняя но такая вот яркая роза свежий свежий куст который еще растет ну вы поняли не среди не срезанные розы а а а но мне совсем не такое как элекстаз там прям такой очень женственный тяжелый тяжелечок здесь малиновая свеженькая роза ну и что-то от нарцисса родригеса не на понятно что мускус и роза это всегда всегда что-то про нарцисса родригеса но вот здесь я прям вот сейчас она распидорилась этот мускус пришел с розой он просто шикарно заиграл и это нарцисса родригес тут все-таки есть вот это вот чуть-чуть чуть-чуть пудрочка пошла кстати говорят что его сняли вы представляете ну 42 евро за 80 миллилитров мне кажется если аромат снимают то он должен дорожать говорят есть еще rose absolute ну что он намного темнее и тяжелее вот хочу уже уже его попробовать именно absolute ну посмотрим с этим надо пожить слушайте ну мне он очень нравится он понятный тут нету тайн мне кажется серьезных не ну конечно его еще буду носить и и возможно что-то он чем-то меня удивит но я уверена что это будет невероятно стойко комплименты тут однозначно вы будете получать на что он понятный он женственный он очень нежный он такой прям мягко мягко свежая роза с ягодинкой такой знаете малина не явная малина она тут кстати на розы все-таки тут как вам объяснить на первом плане малинка где-то на бэк-вокале очень просто ягодная такая как он объяснить не малина малина аромат какой-то красные ягоды поэтому я думаю шлейф тут просто будет супер ски ну и мужчинам это сто процентов по понравится потому что это понятно роза с ягодкой и мускусик и женственно и и такой шлейфик красивый в то же время не сладкий непошлый и невозрастной вот невозрастная роза это для меня очень как сказать редко и из искаема и я ищу на такие розы которые знаете не слишком для женщин в возрасте скажем так ну слушайте ну не всем конечно он понравится наверно не знаю вот а говорят что он вес ну и я с этим прям соглашусь он свежий весной я думаю дайте холодной весной вот просто это его время будет звездная потому что хотя сейчас осень и тепло дождливое тепло слушайте вот интересно как он будет но это спокойно днем можно носить это не только вечерний аромат несмотря на то что он яркий он позитивный не знаю зимой вот весна да и осень но наверное темная осень и это дневной аромат из я с удовольствием его наработку бы на силу а бы девчонкам бы зашел я вот у вас слушайте я поняла этот аромат зайдет знаете не сильно продвиж продвинутым по парфюмане маньячным маньяком таким в океан но он такой понятный простой надежный в этом отношении аромат его можно дарить женщинам его можно дарить девушкам вот не ну знаете когда вы например там боитесь прогадать но в данном варианте вы прям вот я думаю зайдет всем просто всем малина с розой ну потом тут еще ванилька придет вам хочу сказать вот у меня уже он начал он начал теплеть тоже был такой я на старте даже подумаешь какой-то мята какая-то элементол или мята сейчас он начал теплеть и скорее всего это ваниль которая в базе знаете еще мне она начала пахнуть ланкомовскими отдушками вот у ланкома есть серия уходовой косметики у меня есть боже мой скраб для лица вот он так пахнет ребятам хоть это не ланком совсем ну вот такая вот ланкомовская отдушка которая розочка свеже пахнет и пудрой вот сейчас мне это вот напомнила прям очень ярко очень мне понравилось класс даже утром я хочу этим пользоваться сразу из души к я с удовольствием бы его нанесла бы на себя ребята но мне очень нравится если вам было интересно его немножко расширили свой парфюмерный опыт скажем тогда заочно пожалуйста подпишитесь вот прямо сейчас возьмите и подпишитесь на мой канал а я буду для вас стараться рассказывать о новых ароматах этот экстазик роза вы поношу еще с ним буду дружить буду знакомиться раскрывать для себя а вам всем и мне в том числе желаю мира и как можно скорее победы и конечно же возвращение к нашей стабильной спокойной мирной жизни для для того чтобы наслаждаться этими ароматами как можно чаще идем мир и пусть он наслаждается нам до новых встреч